Потому что он не пришел. Гарантии, что мы уедем, никакой нет абсолютно. Жители Бельмесева дошли до точки кипения. Стоять часами на остановке, опаздывать на работу в школу и в университет – уже привычное для них явление. По их словам, например, в утренние часы все пассажиры в салон не вмещаются. Им приходится ждать следующего рейса. То опаздывает, то не придет автобус. Люди собираются и никак не могут уехать. По два часа ждем автобус. Такси вызывают 500 рублей. Люди такую зарплату не получают. У жителей поселка два варианта. Автобус 104 с маршрутом Бельмесева-Барнаул и 104 Ю, на котором можно уехать на южный и в ближайшие поселки. По словам жителей, по муниципальному договору автобусов должно ходить по три единицы от каждого маршрута. Однако с недавних пор транспорт стал ездить значительно реже. У нас все лето ходил 11-й, и городской, ну, наверное, месяца тоже, наверное, три уже, да? Ходит один, два под вопросом. Ну, это куда? Говорят, нет автобуса, шофера не соглашаются, не едут, потому что зарплата маленькая. В Бельмесева с населением чуть больше 4000 человек нет ни детского сада, ни ДК, ни секций. Только школа. И та, подчеркивают жильцы, переполнена. У меня ребенок на южном. Бывает, что у нас нет южинского автобуса. Мы садимся на 104-й городской, доезжаем до Сибирской долины, пересаживаемся там на 33-й, тоже его стоим, ждем зима, дождь, погода ужасная, сами понимаете, Сибирь. Садимся на 33-й, едем в садик, естественно, мы опаздываем, мы замерзшие, мы промокшие, поэтому ужасно, с транспортом ужасно. Ребенку в больницу поехать. К врачу записались, два часа автобуса нет. Купила абонемент на спортивную секцию ребенку. Проблема также. Из 16 занятий посетила только 7. Ребенок небольшой, по трассе топать нереально, плюс где-то дождь, холодно. Какой смысл вообще от этих автобусов, когда ты утром гадаешь, придет он или не придет на ту же работу? На Спартака была, в больнице ехала. Ну и что на 12, единственный автобус на 12, его не было. Все. И какой ждать, вообще непонятно. Как в итоге уехали? Мы сели на 118-й и доехали до поворота на Бельмещево, да? А там пешком шли. Два километра пешком. Как будто возвращаюсь на 8.20 со Спартака. Вот за лето три раза не было автобуса, а они уже крайние на 8.20. И ты как хочешь, ты так, и добирайся. Жители Бельмещево неоднократно обращались в администрацию города, профильные ведомства и прокуратуру. Но никаких изменений не произошло. Такие отписки мы получаем постоянно. Все. Одно и то же, как под копирку. Между тем, после общественного резонанса сегодня в администрации Барнаула провели совещание по работе маршрута 104. Профильный комитет сообщил, что по результатам анализа исполнения расписания установлены факты срывов рейсов и нарушений утвержденного расписания движения транспортных средств. Перевозчик же объяснил. Автобусный парк транспортной организации имеет достаточное количество исправного подвижного состава. Снижение объемов работ по перевозке пассажиров вызвано острым недостатком квалифицированного водительского состава. Сегодня предприятие выпустило на маршрут дополнительный автобус. А пока комитет по дорожному хозяйству и транспорту будет проверять фактический выпуск количества автобусов на маршрут, власти города готовы рассмотреть варианты возможной смены перевозчика. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.